Вы замечаете изменение титулного листа? В заключительной части своего доклада я начерчу возможные сценарии вхождения России в Европу. Это слияние России в Европу. Надо искать инновативные решения сотрудничества. Я принимаю на себя риск, что некоторые из вас назовут меня фантазером, некоторые, может быть, даже глупцом. Давайте посмотрим сначала, как улучшается картина для нас здесь, в России, при вхождении России в Европу. По территоральному признаку, естественно, Россия сильно выигрывает. Территориальный вклад России в Евро-Россию составляет 80%. По признаку населения, доля России в союзе ЕСРФ составляет 22%. Российская экономика в европейской экономике составляет 9%. Посмотрите на этот график. Экономика Евро-России. Прекрасное разнообразие. Разнообразные интересы. Противоречивые интересы. Свободное выражение разнообразных мнений. Здесь рождается истина. Посмотрим на картину экономического веса Европа-Россия в мировой экономике. Россия совместно с Европой – самая большая экономическая единица мира. Замкнется кольцо благосостояния северного полушария. Такая же цель у нас там, на Западе. Меньше двух недель назад федеральный канцлер Германии высказала желание о поэтапном создании экономической зоны от Владивостока до Лиссабона. Позвольте закончить свой доклад двумя цитатами, вспоминая известные высказывания великих людей. Одна цитата от Мартин Лютер Кинга, вторая – от Теодора Герцл. «У меня есть мечта». «Что если?» Создать следующую конструкцию. Реципрок государства. Россия как 17-я ассоциированная федеральная земля ФРГ. И одновременно Германия как 86-й ассоциированный субъект Федерации РФ. Вот такие эффекты это имело бы для России и ЕС. Это привело бы к интеграции России в Европу. При этом взаимное согласование интересов упростилось бы. Начало могло бы происходить следующим образом. Сохранение суверенитетов обеих стран. Начало с ограниченными взаимными правами и обязанностями нового ассоциированного субъекта земли Федерации. Расширение реципрок интеграции по мере договоренности. Давление к слиянию экономических и политических систем. Я дальше не буду развивать эту тему. У нас в экономике есть термин взаимного владения фирмами. В отношении суверенных государств к этому надо привлечь специалистов конституционного права. Позвольте здесь закончить мой доклад цитатом Теодора Герцела. Если вы это хотите, это не сказка. Я вспомнил еще одного великого человека, бывшего президента Египта. Он сказал, я пошел бы до конца света, если я с этим мог бы предотвратить смерть лишь одного солдата. Позвольте мне задать вопрос. Имеет ли нынешний или будущий президент России величину государственного деятеля, как Анвар Садат? Пойдет ли он в Брюссель? И разломает ли мирным путем треугольник США-Россия-Европа? Тем самым Россия войдет в сотрудничество Европа-США. Однако в гости без подарка не ходят. Наконец, я все сказал. Я все сказал? Ну да, завтра тоже день. Субтитры создавал DimaTorzok